всем доброе утро я думаю что мы уже готовы начинать я приветствую вас приме кухня у нас сегодня будет такая достаточно непринужденная наверное беседа поэтому готовьтесь задавать много вопросов нашим спикером вы сейчас с ними познакомитесь прежде чем начать я хочу сказать что у нас есть telegram канал где самая актуальная информация конференции находится там и конкурсы все ссылки пожалуйста подключайтесь я сейчас скину ссылочку вам в чат а помимо этого задавайте свои вопросы автор самого лучшего вопроса по мнению нашего спикера получит сегодня приз поэтому будьте активными будьте вовлеченными нас тема сегодня первого доклада в рамках стрима кухня это влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь очень интересная тема и я передаю слово андрея курьяна который познакомит вас с нашими спикерами пожалуйста андрей тебе слово всем привет давайте мы начнем нашу панельную дискуссию начнем с представления спикеров сергей прошу представься пожалуйста всем привет меня зовут сергей бойко я инженер работаю в ипо спасибо дмитрий всем привет меня зовут дмитрий геевич я наверно тоже в прошлом инженер сейчас с ее компанией бануба занимаемся и арт технологиями спасибо у нас еще один спикер подключены из бреста онлайн владимир владимир представьтесь пожалуйста да добрый день меня зовут владимир как стали я из бреста я до сих пор еще инженер энтузиаст спасибо да и я тоже представлюсь я буду сегодня ведущим нашей панельной дискуссии меня зовут андрей курьян я надеюсь что я все еще тоже инженер давайте мы обозначили тему нашей сегодняшней дискуссии панельной она посвящена технологиями искусственного интеллекта искусственному интеллекту его влиянию на нашу жизнь вот наверное имеет смысл немножко сказать несколько слов про историю искусственного интеллекта эта история началась еще в 50-х годах прошлого столетия история началась в университетах массачутица стэнфорда эдинбурга компания дарпа много инвестировала в исследования по искусственному интеллекту в первый период 50 и 70-е годы прошлого столетия тогда появились наверное первые прорывные работы это и general problem solver саймона и нилова алгоритмы элиза которые как правильно сказать эмулировали разговор на естественном языке с человеком первые роботы универсальные роботы ну и наверное многие из вас встречали персептроны марвина минского первые распознаватели образов а следующий этап 70 80-е годы тогда был серьезный бум в области искусственного интеллекта именно тогда появилась идея грузить знания в компьютер появились экспертные системы которые были призваны это делать тогда же активно реализовывались проекты связаны с искусственным интеллектом на аппаратном уровне проекты разработки интеллектуальных машин в японии в британии опять же таки дарпа очень много инвестировала в эти проекты но где-то в конце 80-х наступил эпоха которая в истории искусственного интеллекта называется зима искусственного интеллекта где-то с 87 к 93 год было такое разочарование в возможностях искусственного интеллекта но в эту зиму появилось тоже много интересных проектов стоит отметить наверное проект дугласа лената сайкл энциклопедия где он наверное один из немногих успешных проектах в области представления знаний и стоит отметить конечно же белорусский проект проект изобретающего машинам который был предназначен для поддержки деятельности изобретателей тоже который появился как раз в эти годы спас следующий этап который выделяют историки искусственного интеллекта 90 2000 год это прежде всего технологии работы с естественными языками переводчики распознаватели образов распознаватели речи и так далее и тогда же появились векторные машины ну и наверное самый известный факт deep blue выиграла у каспарова в шахматы но и наверное мы сейчас переживем в эпоху нового бума искусственного интеллекта он начался с двухтысячных годах и мы все наблюдаем огромный всплеск интереса к этим технологиям мы наблюдаем огромное количество различных решений которые проникают в нашу жизнь вот наверное мы нашу сегодняшнюю дискуссию поговорим о том что же мы видим на самом деле на уровне технологий на уровне решений и самое важное наверное поговорим о том как это все влияет на нашу жизнь давайте наверное начнем с первого вопроса давайте наверное поговорим о том что же мы на самом деле видим вот на переднем крае в области искусственного интеллекта в области исследований в области разработок в области каких-то алгоритмов и технологий давайте наверно начнем сергей прошу но если сводить все концы с концами то на самом деле в технологиях искусственного интеллекта на протяжении там последних 40 лет мало что изменилось всплеск интереса в двухтысячных годах и вот в нашу эпоху он скорее связан уже с тем что мощности вычислительные они достигли того уровня когда те алгоритмы и те задумки которые были изобретены еще в 80-х и 90-х их сегодня уже можно решать достаточно быстро и реализовывать достаточно просто мне кажется что основное 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 направление в тенденции развития искусственного интеллекта то чего стоит ожидать это применение этих систем для упрощения нашей повседневной жизни для для автоматизации для каких-то узкоспециализированных задач поскольку ну к сожалению нам всем бы наверное хотелось чтобы это было не так но технологии на сегодняшний момент еще не дошли до того чтобы создать систему которая может осознать и вообще включиться в процесс в созидательный процесс то есть в процесс осознания того что происходит вокруг и осознание того для чего и зачем система выполняет ту или иную функцию но это было бы очень интересно если бы такие системы появились ближайшее время да благодарю дмитрий да вот я в подтверждение слов сергея про то что про 40 лет да вот у нас у компании шутка такая есть что когда мы печем инвесторам допустим мы говорим и ай когда мы хайрим людей мы говорим машин лернинг а когда мы работаем и говорим логистическая регрессия да то есть особо как бы в плане подходов ничего не поменялось здесь да но безусловно порог входа благодаря таким компаниям как google facebook здесь серьезно снизился и скажем так можно если раньше там это считалось какой-то магией обучить нейросеть там нужно было как минимум два печи взять еще там что-то поколдовать то сейчас берем там я не знаю постой какой-нибудь и там запускаем модели которые уже есть да поэтому скажем так сейчас четко видно как ни странно вот такая фрагментарность конкретных задач да то есть есть конкретные прикладные вещи где эта штука помогает то есть популярная тема работе x-proces automation рп и да то есть это автоматизация каких-то рутинных задач в разных сферах оперирования бизнеса то есть центр и это и так далее ну мы наверное чуть позже обязательно поговорим а уже конкретных областях применения конкретных решениях сейчас же владимир может быть еще вы расскажите пару слов о том где находится вот передний край стоит от за арт искусственного интеллекта сегодня вот тоже поддержал предыдущих спикеров потому что сейчас технология начинают потихоньку приходить в нашу жизнь потихоньку не знаю у каждого в телефоне у каждого в компьютере это уже работает на каком-то на каких-то узкоспециализированных задач это приходит в наши дома вот как среди рассказывал в города на нашу планету земля вот и я вижу что все эти технологии они будут автоматизировать все спекты нашей жизни в ближайшем будущем но при этом говорить про то что появится какой-то искусственный разум наверно еще далеко кто-то задавал вопрос захватили я и мир вот мне кажется он пока еще рано говорить этот вопрос вот но в то же время все эти технологии они очень-очень упрощают нашу жизнь и надеюсь еще сильно упростят жизнь просто хотелось бы взаимодействовать с нашим миром так как мы взаимодействуем с людьми до взаимодействие с нашими системами как мы взаимодействуем с людьми я думаю что я и нам это поможет и скажем так позволит людям заниматься другими более креативными задачами чем я не знаю там заполнять какие-то бумажки отчеты там и все остальное спасибо отлично отличная кухня кстати на бэкграунде вопрос здесь наверное а зачем зачем искусственному интеллекту вообще захватывать мир ну это хороший вопрос но я бы наверное его перевел бы немножко больше в область технологическую и сформулировать чуть-чуть с другой стороны а именно но смотрите действительно сегодня мы видим огромное количество решений алгоритмов которые умеют делать какие-то специализированные задачи там распознавать котиков но например этот же алгоритм не может делать перевод текста там с английского на суахиле для этого нужен совсем другой алгоритм да я боюсь не каждый человек способны перевести с английского на суахиле да но специализированный искусственный интеллект уже обучены именно на к переводу текстов это уже умеет делать и и и мы говорим что специализированный искусственный интеллект уже наверно стал сегодня доступен и и умеет решать даже такие задачи которые не каждый человек умеет решать а в связи с этим вопрос не про то захватит ли искусственный интеллект мир а про то нужен ли нам вообще универсальный искусственный интеллект будет ли от этого какие-то выигрыши для человечества и надо ли нам в этом направлении стремиться кто готов я могу чем поговорить да вот если говорить тоже чуть чуть возвращаясь эту темы про технологии здесь в любом случае есть скажем так ряд стандартных задач они скажем так жизненные задачи да то есть там вот упомянут был текст да здесь там стоит of the art например из точки зрения технологии считается ну например алгоритм g5 3 от об иной компании да то есть это грубо говоря ну скажем так сродни примерно как если такую метафору возможно примете привести не знаю далее собаки прочитать всю википедию и вот на базе вот этих знаний она начинает уже как бы какие-то и сарказмы и шутки откалывать и даже с и какие-то рассказывать на на тему почему интеллект не захватит мир в том числе то есть можно почитать очень прикольный алгоритм эти с и делает есть как бы область того же компьютерного зрения да там тоже есть как бы стоит of the art там есть модели которые уже были сделаны в течение ну скажем так я считаю большой прорыв за последние 10 лет здесь был сделан и это связано в основном в том числе с таким бумом self-driving cars и что крупные игроки у которых вот те же мощности computational есть google например туда вскочили но как бы что мы здесь видим здесь видим по сути что если возвращаться с технологии да что есть куча моделек уже готовых их можно брать запускать и более того модели настолько были оптимизированы например начале двухтысячных тем же гуглом что уже приемлемый результат more less можно получить вот например вот вот владимира сейчас такой классный background separation это тоже вот как бы применение компьютер компьютерного зрения которые сейчас очень популярна да когда мод мы в основном в удаленной работе находимся ты даже не представляешь какой у нас теперь фон в онлайн формате на шоке я даже не могу представить но круто но при этом как бы что вот я вижу нам заметно что сейчас если уже какие-то новые модели делать то обучить модель вот тот же если возвращаться к тексту gp3 да чтобы ее обучить нужно примерно ну 10 миллионов долларов на обучение то есть это просто computational мощности даже видим что есть там acquisition компании определенных да то есть грубо говоря там говорят про инвестиции там миллиард долларов на самом деле это как это микрософт недавно заинвестил по моему даже в ту же это окна я грубо говоря это миллиард долларов в купонах на клауд до чтобы обучить модели которые есть поэтому прода продолжаем продукт продолжать одну секунду дим я правильно понимаю что ты думаешь что вопрос касающийся глобального или глубокого искусственного интеллекта это не проблема а затраты то есть мы можем просто вложить деньги и в ближайшее время сделать универсальный алгоритм который будет уметь все делать ну вот правильно хорошо что верну меня то здесь насчет универсального алгоритма универсального алгоритма и вообще интеллекта да то есть если я бы то есть шел вот все крутое придуманного допустим в математике или вот том же я этом 50-х годах если взять там популярный есть тест тюринга до 50-го года которые позволяют как бы по сути там человек коммуницирует с человеками машиной и нужно сказать да что это эта машина ли человек так вот парадокс этого теста в том что очень мало людей проходит этот тест тюринга да и у нас очень может быть завышенное ожидание потому что такое вот интеллект и что он должен как бы выполнять безусловно то есть я вот четко вижу что вот применение в том же видео в аудио отличное применение как бы искусственно интеллекта уже сейчас и мы получаем ну скажем так 70 80 процентов всей работы уже сделано искусственным интеллектом ну как бы дальше человеку дается на откуп только какое-то там решение уже колоссальное количество времени с сэкономлено да спасибо сергей ну я хотел просто продолжить что универсальный интеллект он возможно для него нету сейчас вот прямо сейчас какого-то вот такого очевидного для нас применения но человечество вообще по сути своей всегда стремилась создать что-то себе подобное какую-то систему которая бы была сродни ему самому поэтому тяжело остановить пытливый ум всех людей и и наших сотрудников в том числе и точно так же как и всех наверное инженеров по всей планете поэтому я уверен что даже просто так чтобы было с кем поговорить из что-то обсудить люди все равно будут пытаться это сделать нужен он или не нужен это другой вопрос представляет он опасность или благо это наверное совершенно другая еще одна сторона которую всегда нужно держать в голове но это мне кажется без этого мы точно никак не обойдемся но здесь мы как раз сталкиваемся с со страхами как который испытываю человечество придумывать себе мы помним франкенштейна големов и всяких восстания роботов владимир что вы скажете по поводу глобального искусства интеллекта я бы тоже продолжил мысль а как раз вот есть сейчас очень много специализированных алгоритмов для разных направлений деятельности человека животных даже и будущее будет как раз наверное в интеграции вот этих всех систем это не будет искусственный интеллект наверное в том понимании как мы понимаем искусственный интеллект просто набор наверное каких-то правил которые начинают запускаться в тот или иной момент например говорили там хотим поговорить с кем-то да нет нет с кем там запустил google home там или алексу погорел солиция того же google home попросил там открыть гараж там или спросить кто там на входе стоит опять же это просто узкоспециализированные какие-то небольшие задачи которые выполняются по следам каких-то алгоритмов но это явно не искусственный интеллект вот и наверное все таки стоит в будущем задуматься что такое искусственный интеллект и и все зачем он нужен а давайте тогда и перейдем к тому зачем искусственный интеллект для чего нужен каких в каких сферах он сейчас применяется и дает нам какую-то серьезную отдачу но я бы хотел также чтобы участники дискуссии рассказали нам о том где нам ожидать самое ближайшее время каких-то прорывных решений которые принесут огромную пользу владимир может быть тогда с вас начнем на самом деле из таких сфер очень много уже сегодня упоминалась одна из них это rpa robotic process automation это наверное сферой которая позволит очень много рутинных задач забрать у людей на то что я там говорил взаимодействие с системами с компьютерами не только с компьютерными системами и соответственно позволит высвободить людской потенциал на что-то большое другое опять же айти айти в текущий момент она по сути это набор каких-то систем которые работают пока сами по себе их пытаются интегрировать одна с одной с этим наблюдается очень много различных сложностей опять же наверное стоит подумать в сторону эй айти да то есть яйти или как какому удобней когда это будет просто не просто какие-то алгоритмы а не просто автоматизированные алгоритмы да более осмысленные основанными каким-то на каком-то предиктивном анализе пустил ребенок пришел со школы с садиком можно сказать вот опять же возможно эти системы начнут помогать нам в том числе в обучении людей детей взаимодействие с образовательными системами думаю очень много завязано будет на финансы вот как куда переправлять финансовые потоки как автоматизировать то что автоматизировать наверное как лучше использовать финансовые ресурсы каждого человека или даже человечества наверно это тоже может помочь опять же применение в холлске на то есть по сути вот даже сейчас я вижу что многих есть часы у присутствующих я уверен что они все умные вот но могу догадаться что возможно у кого-то из вас умный и они могут там прямо сейчас там определить что у кого-то там поднялась сердечный ритм там вызвать скорую там но или как минимум предупредить что наверное стоит обратиться к врачу потому что что-то что-то тут не так поэтому в медицине на кислород мерить кислорода вот меня тоже кстати мерить киска количество кислорода в крови пока все хорошо у меня тут окно открыто все замечательно на кухне вот я надо предлагаю передать слово другим коллегам да мы уже выяснили что можно ожидать что мы скинем на искусственный интеллект проблемы наше обременение связанные с очень с образованием наших детей то есть их вытучить искусственный интеллект будет заниматься нашими финансами может даже зарабатывать вместо нас деньги лечить нас что еще коллеги я бы тоже углубился насчет вот про детей интересно да я считаю что мы вот так у меня маленькие дети да я считаю что мы уже начинаем как родители проигрывать искусственную интеллекту здесь а что значит искусственную интеллекту это просто рекомендую ютюба например там да то есть ребенок начинает залипать там с одних мультиков на вторые и как это сказать не дозваться удивительная история когда моему сыну было всего там два-три года он не умел не читать не писать разговаривал еще с трудом зато свои любимые мультики он находил на любом телефоне буквально в несколько кликов как он это делал я не знаю но неважно дай ему любой телефон он буквально там через несколько минут уже смотрел то что ему нравится то что ему привычно причем тоже не важно на каком языке да и сейчас это очень мощный вот этот рекомендер как бы контента один за другим там чтобы предоставлять это персонализированный контент это тоже одна из задач и айда и классификации вот владимир упомянул про финансы да здесь безусловно как бы вообще как бы большой space для искусственного интеллекта в каком плане что индустрия в целом непростая сложная сам environment финансовых рынков например тоже как бы непростой и нужно следить за этом миллионами индикаторов различных смотреть как один на другой влияет во что это как бы выливается например да и вот грубо говоря процентов 80 вот этих подсчетов может на себя как бы машинка взять и зима а вот ну ты же ты же руководишь еще и каратся датком в каком-то виде так нему все-таки причастен как там используется искусственный интеллект то есть банула понятно определение лица и наложение различного рода маска и так далее финансовом секторе именно вот с точки зрения криптовалют как это выглядит на самом деле я бы обобщил это больше на трейдинг да и здесь в трейдинге очень важно чтобы скажем так соблюдались как бы fair game да то есть чтобы честные были условия для всех и вот здесь искусственный интеллект позволяет детектировать различные аномалии например детектить инсайдер трейдинг потенциальные или еще что-то которые грубо говоря действия каких-то лиц например которые влияют скажем так на на других как бы тоже честных лиц то есть по факту искусственный интеллект это такого своего рода финансовая полиция и именно в таком виде она используется сейчас я бы не сказал называл это словом финансовая полиция да я бы называл это скорее вот именно вычленением каких-то ну скажем так людей которые нарушают правила игры общепринятым до первый момент второй момент как я уже сказал то есть если там разбираться в финансах и чтобы там вот этот как бы скилл поднять нужно там ну нормально как бы талмуд прочитать чтобы если хотим как бы глубоко разобраться но что мы сейчас видим люди сидят дома людям особо нечем как бы заняться люди не путешествуют особо интертеймента нету да люди сейчас покупают акции например да но они хотят заходят в индустрию вот рост большое инвестирование например надежда что ты скажешь что люди начали читать книги вот именно люди не хотят читать книги люди хотят чтобы уже кто-то за них их прочитал и может скажем так додал abc как бы да выбирай так вот мы по сути делаем такие правила дорожного движения вот есть у нас на другой платформе капитал ком когда мы детектируем твои ментальные ловушки то есть все мы то есть так называемый когнитивайс да то есть мы все как бы свойственно нам как бы ошибаться и это как просто структура как работает мозг он напрягаться не хочет в целом да и там мы грубо говоря надеемся там где нужно бояться и боимся там где нужно надеяться да так вот искусственный интеллект он просто хладнокровно грубо говоря детектирует вот состояние рынка состояние там различных индикаторов и говорит и и в том числе следить за твоим поведением и говорит что товарищ например вот если ты вот сделаешь вот такой шаг который ты собираешься сделать да потенциально с какой-то вероятностью там на 70 процентов что будет вот так там 30 что вот так ну как бы принимай решение ну и еще можно скажем так если у тебя уже какой-то скажем ты уже в прошлом инвестировал трейдил можем сказать по четвергам товарищ лучше тебе как бы не трейдить а почему потом начинаем эти ситуации конкретно была зарплата начинаем эти ситуации раскручивать оказывается просто вот конкретные случаи жизни что вот говорил с клиентом он говорит в четверг у жены танцы и она мне на меня двое детей оставляет но я же не могу у меня уже привычка я хочу там потрейдить и они меня отвлекают и я начинаю как-то ну как неосознанно принимать решение и все время по четвергам у меня как бы не очень перформанс да отлично мы обсудили куда проникают технологии искусственного интеллекта где мы можем ожидать ближайшее время какие-то прорывы или изменили а давайте теперь поговорим о том как изменится жизнь наша жизнь жизнь отдельных людей жизнь корпорации и может быть малого и среднего бизнеса и может быть поговорим о том как изменится жизнь государства вот кто готов давать владимир с вас начнем буквально сегодня или вчера как раз надо бы была статья мне очень понравилось мне кажется очень хороший пример там была суть в том что в японии искусственный интеллект будет искать идеальные семейные пары японии наблюдается демографическая проблема они посчитали что там 60-м годам население очень сильно сократится и соответственно выделяют достаточно большую сумму денег на 17 миллионов долларов для того чтобы создать такие алгоритмы которые будут искать семейные пары причем они не будут смотреть как бы на твой статус они будут смотреть как бы на здоровье на ментальную какую-то информацию каким образом они будут делать пока непонятно вот ну и собственно предлагать семейные пары как раз для того чтобы повысить лучше скажем так демографическую ситуацию японии вот наверно это один из примеров где-то влияет собственно и на людей конкретно там на нас допустим если мы жили японии на государство на бизнес опять же наверно на этом тоже какой-то бизнес будет строить опять же я и влияет наверное на то как мы лично с чем-то работаем вот сергей рассказывал что у него дома нет никаких умных устройств и почти там айти нет вот есть только умные но не умные а просто лампочки которые на движение у меня допустим есть опять же там в рамках некого хобби стоят просто на входе видеокамеры они распознают там что пришел почтальон например да или то что кто-то на входе появился наверное пять лет назад я смотрел сериалы там персонов интерес где там собственно по камерам распознавали и по социальной информации распознавали будущих преступников во лавале это была фантастика да наверное сейчас в каком-то виде это уже работает в том числе и для людей и это касается нас лично вот я уже говорил в гараже работает похожая система она конечно преступников не умеет распознавать наверное и не нужно хотя кто его знает вот поэтому ну это будет все больше и больше приходить в нашу жизнь в нашу персональную жизнь спасибо я бы это клевый клевый пример насчет камеры там продолжая вот эту же тему про про то как это меняет все вокруг нас буквально год назад когда мы еще могли путешествовать по всему миру была такая история мы с нашим хорошим другом с пашей либерой либером были в бостоне и в этот момент ему домой в его дом позвонил почтальон и он принимает этот звонок у себя на телефоне хотя понятно что дистанция громаднейшая дом в минске а он принимает звонок от домофона в бостоне и он говорит почтальону о том что другой почтальон как бы ты положи это вот туда меня дома нету сейчас и ну для меня было наверное очень таким знаковым событием посмотреть вот на лицо почтальона когда он видит что ему отвечают в домофон а ему отвечает меня дома нету и у него очень такие округленные глаза и очень такое растерянное поведение было но как бы это было можно было бы преобразовать еще и с использованием искусственного интеллекта это просто виртуальный аватар того же паши либера отвечает этому же почтальону о том что извини хозяина нету но и забирает и забирает и забирает у него из рук посылку с другой стороны мы все сейчас больше говорим о таком личном взаимодействии с искусственным интеллектом если посмотреть на те проекты которые мы делали даже допустим там пять лет назад то многие из них были направлены не на личное взаимодействие с человеком а на допустим на определение того что называется predicted maintenance Дима был вовлечен в такой проект мы его делали для медицинской компании у которой оборудование разбросано очень дорогостоящее оборудование разбросано по всему по всему миру и обслуживающий персонал который должен эти машины обслуживать он летает из Швейцарии во все точки планеты и это огромные расходы а в этом году это просто невозможно ты не можешь просто взять и прилететь в другую страну потому что границы закрыты потому что ковид потому что пандемия потому что ты можешь просто умереть если ты прилетишь туда и именно из-за этого и мне кажется вот это направление в том числе и именно сегодняшняя ситуация она подстегивает индустрию к развитию подобного рода систем систем которые могут предсказать когда и что случится с оборудованием систем которые могут предсказать и подсказать на первом этапе а на следующем этапе еще и принять какое-то корректирующее действие направленное на изменение окружения на изменение условий для того чтобы предотвратить поломку предотвратить даунтайм и прочий негативный эффект ну в связи с этим огромное спасибо что вы обратили на эти все аспекты внимание но наверное всех нас интересует сейчас также вот вопрос взаимоотношения граждан государства и как технологии искусственного интеллекта будут менять эти отношения и всех наверное очень беспокоит вопрос а как же к чему это все может привести это приведет вот эти отношения между гражданами и государствами к построению какого-то цифрового концлагеря или же наоборот это приведет к построению цифровой демократии прямого действия я думаю что это вопрос сегодня достаточно актуальный актуальный с пандемией и всякого рода ограничениями ну и со всякими другими событиями хотелось бы чтобы вы немножко на эту тему поговорили Дима начнем с тебя окей я вот на самом деле так как ты затронул тему взаимодействия с государством это по сути так или иначе какой-то регулятор арбитр скажем так посланник из прошлого я бы так назвал как это и прагматик в плане восприятия новых технологий вот я бы вернулся еще здесь вот к вопросу self-driving cars да то есть вот допустим я за ними наблюдал ну скажем так лет восемь назад потом шесть лет назад там четыре я считаю что здесь произошла такая небольшая стагнация на этот счет потому что по сути уже как бы технология достаточно развита посмотрите на автопилот теслы например он очень там интеллигент много кейсов как бы разбирает но он но все равно идеалистический такой вопрос чтобы скажем так вообще не было аварий как бы да ну это сейчас невозможно да дима а вот бабушка или ребенок вот вот это правильный вопрос как бы мы говорим про эти колкейс как бы да и грубо говоря уже сейчас очевидно что искусственный интеллект ну минимум там на 30-40 процентов снизит грубо говоря смертность от автокатастроф от аварий да но он не может полностью сейчас скажем так в ноль это свести да и получается что из тысячи грубо говоря 600 все равно будет 600 смертей да вместо вместо тысячи но никто же не даст тебе не даст компьютеру решать что вот будет 600 смертей первые там один-две смерти и уже будет такой скандал и все это поотменяют запретят вот и так далее да с другой стороны системы наведения вооружений так вот применение как бы самое крутейшее я считаю из последнего это вот так как это как не печально это вот там война в карабахе например там да то есть там беспилотники дроны всю как бы вот 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 где как бы большое применение где там например государство это внедряет вместо ну наряду с какими-то ну например вот владимир четко сказал пример классного применения я я вот в японии да и более того здесь данных уже куча чтобы найти вот этот perfect match как бы твоей половинки потому что есть данные где и какие товары например ты покупаешь что смотришь где-то что например банально по лицу можно определить есть методологии там big five mbti которые могут определить какой-то психологический портрет твой да вот то есть я считаю что в социальной сфере вот это безусловно классный пример да но государству нужно очень тесно взаимодействовать с технологическими компаниями да получать от них фидбэк и в любом случае нужно в эту тему как бы погружаться углубляться и где-то ну скажем так эту экспертизу в любом виде как это хайрить в свои структуры да ну мы же знаем то есть я не говорю что хайрить это значит там туда устраиваться на работу например да но как бы временно нанимать как бы домейн экспертов которые помогут им глубже разобраться в теме а не просто разбираться на уровне там каких-то там спекуляция что тут там кто-то за меня будет решать да уже за тебя уже все решают как бы да и уже там допустим медиа она настолько имеет большую силу в нашем мире как бы да что и который в том числе построен на искусственном интеллекте и там например тебе подкидывает одну рекламу в той же социальной сети на основании того что ты лайкал или коментил да другому человеку другое и формируется мнение формируется какое-то мнение так вот здесь я бы хотелось чтобы государство оно как бы вовлекалось углублялась в эту тему а не скажем так так и первое нужно это признать что мы уже находимся в этом мире где технологии и тот же искусственный интеллект как бы глубоко проник и достиг какого-то ощутимого уровня здесь нужно в это погружаться нужно признать что да это так как с этим дальше жить я бы я бы я бы продолжил а когда мы говорим про взаимодействие из общества государства и искусственный интеллект то встает вопрос а зачем государство ну по факту посмотрите что происходит социальная система социальное обеспечение жителей возьмем прямой пример беларусь какова роль в ней государство как арбитр да то есть она обеспечивает просто транзит потока финансовых средств от тех людей которые зарабатывают к тем которые уже перестали зарабатывать но когда они зарабатывали раньше поэтому они находятся на содержании нужна ли функция государства в таком виде или мы можем просто это автоматизировать нам не нужно государство для вот этого транзита для вот этого распределения это может делать совершенно просто беспристрастно и без влияния каких-либо человеческих факторов искусственный интеллект одновременно с этим судебная система финансовая система все эти системы в той или иной мере на сегодняшний момент могут быть заменены естественно где то наверное просто не полностью в связи с тем что мы не полностью доверяем искусственному интеллекту или боимся что искусственный интеллект упустит вот тот вот фактор человечности фактор какой-то духовности социальности при принятии решений но в целом государство как таковое может быть это уже и вообще рудимент который нам не нужен на сегодняшний момент может нам пора уже трансформировать наше государство и не только говорю наше в принципе мировое государство а я говорил буквально там час назад про глобализацию о том что мы движемся в сторону объединения глобального планетарного масштаба так может быть государство только и препятствует этому поскольку это более такой момент скорее контроля а внедрение искусственного интеллекта этот контроль упразднит Владимир и ваше мнение по поводу взаимодействия граждан и государства я бы вот тоже продолжил тему как раз про государство но немножко с другой стороны немножко отодвинул бы государство в сторону а поговорил бы про некого регулятора каждый из вас говорил про контроль регуляцию какую-то есть очень хороший пример в Америке да вот есть FDA организация которая собственно следит за тем какие медикаменты поступают на продажу соответственно в Америке и собственно организация почему появилась да когда-то фармацевты в Америке они могли по сути смешивать все что угодно у себя в аптечке вот и продавать а в какой-то момент там появилось очень много смертельных случаев и люди задумываются надо что-то сделать потому что по сути человек тот фармацевт смешал кучу различных компонентов и по сути получился яд вот и это вот один пример второй пример вот как раз тоже вот на стыке технологий анонсировали что AI начинает помогать как раз и в борьбе с различными вирусами начинает в общем-то тоже смешивать да различные микстуры и все остальное и зачастую люди которые придумали эти алгоритмы они сами даже не до конца понимают как они работают по факту что получится по факту и было бы неплохо наверное как раз каким-то образом все таки каким-то образом регулировать контролировать что этот алгоритм не знаю смешает что он сделает что он предложит не знаю там на рынке куда деньги вкладывать например да или еще что то соответственно нужно ли для этого государства я не знаю как бы да но какой-то контролирующий возможно орган там или там не знаю комьюнити это будет странно наверное звучать что-то очень похожее должно быть наверное вот но опять же государство должно этому помогать если оно еще останется в том виде в котором мы его знаем сейчас вот и я думаю все таки будущее наверное вот за какими-то кросс не знаю кросс страновыми кросс региональными взаимодействиями чем угодно и собственно роль государства будет помогать во всем этом но не более ну у меня такое мнение благодарю у нас там наверное вопросов да я как раз хотел закончить мы обсудили много интересных вопросов и давайте наверное дадим возможность задать несколько вопросов из аудитории кто у нас сейчас сможет эти вопросы сформулировать давайте я озвучу вопросы отлично у нас их два начнем с первого от александра коллеги ваше мнение по использованию искусственного интеллекта при проведении политических компаний автор говорит что конечно же давайте не будем говорить о текущей ситуации в беларуси например рассмотрим роль социальных детей в выборах в сша что вы думаете поэтому дима ну я когда за не являюсь экспертом в различных политических штуках да но здесь могу сказать что если перевести опять-таки сейчас очень популярная медиа это социальные сети например да или там мессенджер но все равно так или иначе социальные сети все же и там хороший пример были выборы сша четырехлетней давности до прошлые выборы здесь очень четко можно на основании данных и активности людей потому что какие посты они лайкают потому что какие комменты они пишут грубо говоря достаточно по моему что-то в районе 150 действий и тогда алгоритм будет знать больше чем ты сам про себя знаешь и грубо говоря в какой ситуации какой ответ ты дашь с большей вероятностью машина скажет ну точно лучше чем твоя мама про тебя скажет да и здесь просто тебе могут подкидывать определенные посты из того и как бы формировать такой юзер джонни для того чтобы в конечном итоге как бы цель была например что у тебя сложилась картинка и впечатление про того или иного кандидата манипуляция 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 да мне кажется это именно как раз тот этический момент использования данных и ответственности за использование данных мы все боимся что нами и правильно на самом деле боимся что нами могут манипулировать и то о чем говорит дима медиа та информация которую мы видим извините ну по факту это и есть эта манипуляция поэтому то каким образом искусственный интеллект определяет что мне показать или чего мне не показать ну наверное это и есть один из таких ключевых моментов а с другой стороны это же и есть по сути такая подноготная всех социальных сетей то есть с одной стороны она предоставляет тебе возможность общаться и взаимодействовать а с другой стороны ты добровольно отдаешь все эти данные в систему ну и понятно что их могут использовать как во благо так и во вред Владимир как вы смотрите на использование artificial intelligence в политических компаниях ну я в политических компаниях не участвовал но скажем так отвечая на вопрос ну пока да отвечая на вопрос про социальные сети и политические компании наверное стоит расширить это только за рамки социальных сетей потому что банально даже если вы будете использовать там какой-то поисковик не знаю там гугл яндекс или еще что-то на основании этих запросов именно вам будет показываться та информация которая вам чаще всего интересна если вам придет домой другой человек со своим телефоном он поищет ему покажется ему совсем другие результаты но вполне возможно что-то покажет ему предоставится похоже что вы тоже искали по геолокации там или еще почему-то опять же это вот эти вот рекомендательные алгоритмы они в каком-то смысле объединяет и разъединяет людей да то есть по сути ты будешь всегда видеть то что тебе нравится не знаю там допустим я люблю мультики смотри да он мне будет всегда мультики показывать я никогда не увижу что есть что-то за рамками мультиков да или за рамками там смешных мультиков я буду всегда видеть вот именно вот вот эту часть будет другая группа людей в которой кстати будет рекомендоваться там добавить там еще других людей которые будут показывать только фильмы например и мы друг друга будем не понимать да то есть одни говорят мы смотрим мультики другие мы смотрим фильмы и соответственно эти две группы когда встретиться они скажут блин мы даже языка вашего не знаем да и собственно вот очень похожие может происходить с государством с партиями вот опять же выборы в США там две партии я более чем уверен но могу предположить что одной партии показывается одни мультики другой показываются другие фильмы и соответственно им очень тяжело договориться друг с другом и вот это очень сильно влияет на все это влияет не только на выборы это влияет на наши взаимоотношения на нашу жизнь на ежедневную жизнь да что далеко ходить у нас тоже по одним каналам показывают одни мультики по другим другие да спасибо еще пожалуйста вопрос спасибо большое следующий вопрос ответственный ли создатель за противоправные действия искусственного интеллекта это тоже этический такой вопрос давайте мы тоже начнем с владимира владимир как вы думаете ответственный ли создатель за всякие косяки которые будут получены с помощью его произведения в виде искусственного интеллекта в каком-то в какой-то мере да я думаю что ответственные потому что все-таки он это создал каждый муж конечно говорить что я это делал не знаю для того чтобы людям рекомендовать какие книжки почитать да в итоге это повлияло на на выборы там или еще на что-то вот поэтому все-таки нужно думать о последствиях вот мы не знаю что дополнить это сложно отслеживать очень сложно я согласен владимиром что какая-то часть ответственности в любом случае есть но это не снимает ответственность тем кто применяет саму технологию поэтому мы как инженеры допустим если речь про этом инженерию должны глубоко разбираться с теми инструментами которые мы используем при реализации каких-то решений ну смотрите возьмем ядерную энергию она используется опять же как во благо так и во вред много других примеров вопрос на самом деле очень хороший огромное спасибо за этот вопрос потому что ну он действительно очень актуальный и ответить на него просто вряд ли получится поскольку учитывать нужно практически все и зачем это создавалось с какой целью и как это использовалось тем не менее также из также и с людьми то есть отвечает ли родители за поступки детей в некоторой степени да потому что это опять же воспитание это влияние это то каким образом что мы вложили в головы наших детей что окружение вложило также и с искусственным интеллектом поскольку интеллект искусственный интеллект он все же ближе вот именно к детям к воспитанию каким-то аспектам которые мы передаем с другой стороны как он применяется и сможет ли он осознать последствия своих своих действий применения вот в случае если мы достигнем какой-нибудь момент того что когнитивные способности искусственного интеллекта они будут направлены на создание творчества мышления создание чего-то нового то возможно вот в этот момент мы уже перестанем нести ответственность за то что мы создали но до этого мне кажется это все-таки очень серьезно связано создатель и системы ну наверное о роли технологии в нашей жизни очень хорошо было сказано по поводу одной из предыдущих технологий бог создал нас всех разными но мистер кольт уравнял шансы спасибо да я думаю что мы уже плавно двигаемся к завершению нашей встречи в чате еще остаются вопросы но к сожалению время у нас ограничено поэтому сейчас уважаемые спикеры предлагаю вам выбрать вопрос который вам больше всего понравился про политические компании я предлагаю как это голосование да кто за вопрос по поводу второй вопрос вот я за второй второй вопрос Владимир ответственность да у нас три голоса за второй вопрос ответственность создателя за созданную им технологию искусственный интеллект занимает первое место здорово автора вопроса у нас антон антон я вас попрошу в ответ на ваш вопрос написать пожалуйста как с вами связаться контактную информацию ее увидят только модераторы встречи пожалуйста напишите и вы получите свой приз они обещают что не будут ее использовать во вред еще раз поблагодарим всех спикеров онлайн и оффлайн которые приняли участие в интересной дискуссии и за интересные вопросы спасибо спасибо всем спасибо 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 спасибо